Внимание, любители алгоритмов и информационных технологий! У вас появилась уникальная возможность показать ваши знания и навыки. Ведь в Университете информатики и радиоэлектроники проходит открытый чемпионат по программированию. О том, какие возможности открывает участие в конкурсе, а также о перспективах программирования, сегодня мы поговорим с заместителем декана факультета компьютерных систем и сетей Университета Багуир Алексеем Лещевым. Доброе утро! Доброе утро! Алексей, в начале апреля, если я не ошибаюсь, у вас стартует чемпионат. Расскажите, кто может стать его участником? Участником в нашем чемпионате могут стать любой школьник с 8 по 11 класс, студенты других вузов и, конечно же, студенты Багуира нашего университета. То есть те люди, которые уже имеют практику какую-то в информатике, да? Да, я бы сказал, те люди, которые проявляют интерес к этому. У нас чемпионат проходит в три этапа, и именно первый этап заучный тур, он и направлен на то, когда в течение недели, это со 2 по 8 апреля, ребята могут попробовать свои силы. Там дается около 10 задач, и надо решить вот в течение недели половину задач. По сути говоря, никто не смотрит, какими силами решает школьник или студент эти задачи. Цель, чтобы он сам определился. Может ли он уже в этом году участвовать в следующих этапах. А какая заинтересованность у участников этого конкурса? Они будут общаться и крутиться вот среди ребят, которые уже достигли определенных результатов. В частности, у нас в этом году две команды от Беларуси вышли в финал самого престижного чемпионата мира по программированию, финал которого пройдет в мае в Варшаве, и пообщаться с финалистами, те, которые показывают высокие результаты на других международных соревнованиях. Ну вот если говорить о программистах, вот, например, не знаю, как у наших телезрителей, но, например, у меня существует такое мнение о том, что они такие в очках, с двойными линзами сидят постоянно у компьютера. Ну, в общем, ботаны, одним словом. А то он от реальной жизни, наверное, да? Ну да, так верно. Как в любой сфере деятельности, как в любой профессии, есть разные люди. Мы на своем факультете стремимся внушать и поддерживать то, что студенты должны развиваться в разных областях. И разные свои грани, творческие в том числе, полировать. Ну вот, а именно вот это мнение вот... Приведу пример, конкретный пример. Если мы недавно запустили мощный, достаточный ресурс такой портал факультета, где отражаем разные сферы деятельности жизни студентов и в целом деятельность факультета. И можно посмотреть, что наши студенты успешно выступают на разных международных соревнованиях по спорту. Завоевывают призовые места, это медали на международных турнирах. Какие перспективы ожидают хороших программистов в нашей стране? Мы все сейчас видим, насколько бурно информационные технологии уже вошли в жизнь. Мы знаем, что наши специалисты на хорошем счету сейчас и в Москве, и в Турклеве. За границей, в Финске. И в целом за рубежом. Да, да. Поэтому очень хотелось бы знать, что делается у нас для того, чтобы, в общем-то... Сдержать кадры, да, в стране. На мой взгляд, очень хорошим шагом было создание парк высоких технологий. Это послужило катализатором, ядром, вокруг которого информационные технологии развиваются сейчас в Беларуси. Этот парк уже зарекомендовал себя и за рубежом, и внутри страны. Зарекомендовал с той точки зрения, что теперь ребята, наши лучшие ребята, они уже осознанно, когда принимают выбор, а не скрою, много поступает достаточно предложений и за рубежа, в том числе ребятам, которые участвуют в соревнованиях по программированию. Но то, что компании резидента парка высоких технологий, они предлагают условия сопоставимые с теми, которые ребята получают, когда выезжают за границу, ну, играет свою роль, и ребята в большинстве своем остаются. Ну что ж, я думаю, что сейчас вы дали такой, дали возможность задуматься молодым людям о своей действительно будущей профессии, и почему бы и нет. Спасибо вам огромное, и хорошего дня успехов. Спасибо. О нескучной жизни программиста этим утром мы говорили с заместителем декана факультета компьютерных систем и сетей университета МГУИР Алексеем Лещевым.